Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Я, Исмакул Фананжол Десьянович, являюсь директором Абчинского музыкального колледжа имени Ахмеда Жубанова. Сегодня я расскажу вам о нашем колледже и о Димаше Тайберген. Наш колледж был основан в 1971 году. За это время мы подготовили более 2500 выпускников, которые сегодня работают в музыкальных школах, филармониях, творческих коллективах нашего города, области и далеко за его пределами. Многие выпускники, закончив консерваторию, любой из наших колледж и сегодня являются преподавателем данного учебного заведения. Благодаря труду наших преподавателей, творческого коллектива, многие наши выпускники принимают участие на конкурсах различного уровня. Областных, республиканских, международных, завоевывают места, становятся лауреатами. Но наиболее известный среди них, конечно же, это Димаш Тайберген, который сегодня известен во всем мире. И здесь, в данный момент, первый этаж колледж учебного корпуса. Здесь мы разместили достижения наших учащихся, наших выпускников. Здесь кубки, дипломы, грамоты. Прежде всего, это, конечно же, бюст нашего Ахмеда Зубанова, чье имя мы носим. Здесь, как я уже говорил, кубки разместились. Журналы, книги, награды. И это все Димаш подарил нам. Далее располагается стенд лучшей учащейся нашего выпускника, учащейся в нашем колледже. Колледже Махтамыша. Здесь лауреаты различных конкурсов, которые принимали участие как в нашей стране, так и за рубежом. Это солисты, это ансамбль, инструменталисты, которые стали обладателями премии президента нашей страны. Ну и в центре, конечно же, расположился Димаш Тайберген. И многие бывали в нашем колледже любители и фан-клуб, представители фан-клуба с многих стран мира. И они задавали нам различные вопросы. И я хочу сказать прежде всего о том, что, наверное, где мы сыграли роль? Родители Димаша Тайберген, это Ханат Айпаев, Светлана Айпаева, известная в нашей стране люди, известные исполнители, певцы. Ханат является композитором, и многие его песни известны в нашей стране. Светлана, также известная певица, она является депутатом областного маслехата. Бабушка и дедушка, они тоже очень близки к творчеству. Они поют народные песни, играют на дамбре. Мне приходилось бывать у них дома в гостях, и как любой казах, они принимают гостей, рассказывают о вопрос Димаш Тайберген. Ну, как я уже говорил, прежде всего, это, конечно же, гены, наверное, заработали, что он родился в таком творческом семье. Ну, второе, это преподаватель, на мой взгляд. Он попал в очень хорошие руки, занимался у известного преподавателя, заслуженного деятеля Республики Казахстан, Марата Лжабаевича Айтимова, который с ним занимался на протяжении четырех лет. И уже в это время он участвовал на конкурсах и занимал места. Интересно, когда мы бывали на экзамене Димаша Тайберген, в переводных экзаменах, я слушал и думал, что, когда он брал высокие ноты, что боялся, что он сорвет голос. Ну, Марата Лжабаевича Айтимова говорил, что нет, все будет нормально, у него в запасе там еще есть верха. И, конечно же, третье, это Димаш очень трудолюбимый человек, он находится всегда в поиске, и поэтому, наверное, он интересен. Каждый раз он показывает слушателю что-то новое. И диапазон, естественно, очень широкий, он звучит одинаково, интересно и красиво в верхнем регистре, в среднем и нижнем регистре. В марте месяца прошлого года в городе Москве, в Кремлевском дворце съездов, состоялся концерт Димаша Тайберген, где присутствовали слушатели 45 стран мира. И был полный аншлаг. Я тоже присутствовал на этом концерте и все это видел. Димаш пригласил на этот концерт своего преподавателя Марата Лжабаевича Айтимова, с ним они спели вдвоем дуэт. В конце концерта он поднял буквально меня с места и поблагодарил меня, в моем лице, в наш колледж, своих преподавателей за то, что мы подготовили его, что мы направили на правильный путь. И, естественно, мы все рады и благодарны Димаше Тайберген, что он достиг таких результатов и сегодня прославляет не только наш город, наш колледж, но и нашу страну. И известен и любим во всей стране. Сейчас, дорогие друзья, я приглашаю вас в экскурсию по нашему колледжу. Здесь на первом этаже располагается наша миссия. Она звучит следующим образом. Подготовка специалистов с высоким творческим потенциалом на уровне международных стандартов. Сейчас мы поднимемся на третий этаж, где учился Димаш Тайберген. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова